Лейт-мотив. События недели в подробностях. В России вспышка бешенства. Карантин уже ввели 27 регионов. В чём причина и почему от этого вируса до сих пор нет лекарств? Россияне готовы потерять в зарплате ради удалёнки. Что их так привлекает в таком формате работы и сколько можно заработать, сидя дома? Съел и порядок. В России хотят разрешить употреблять продукты в супермаркете до их оплаты на кассе. А вы так делаете? На этой неделе Владимиру Путину предложили сделать обязательным экзамен по математике для абитуриентов гуманитарных и творческих специальностей. Как вам такая идея? Чтобы математику сдавали те, кто поступают на филфак, в консерваторию, на другие профессии, которые, в общем-то, к математике отношения не имеют. С другой стороны, как мы все помним, математика. Кто? Царица наук. А логика? Математику, как же у нас висело уже за то, любить надо, что она ум в порядок приводит. Не помню, чья цитата, возможно, Владимира Ильича. Поправьте меня, кстати, уважаемый наш слушатель, если вы помните, чья это цитата. Короче говоря, вы за эту идею или против? Я надеюсь, что у нас появится возможность проголосовать в мобильном приложении. В чём плюсы и в чём минусы? Давайте подключать к нашему разговору экспертов. Впервые у нас учитель информатики и робототехники Московской школы номер 2045, и что тоже очень важно, основатель и лидер рок-группы Куба Дмитрий Ноздрин. Фидель, Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы вот с обеих сторон и учитель информатики и математики, с другой стороны творческий человек. Вот что скажете, вам математика вообще помогает в вашем творчестве? Не то, что помогает. Вообще, ещё давно Александр Васильевич Суворов, кстати, ещё сказал, математика, гимнастика, ума. То есть, если ты знаешь хорошо математику, у тебя, в принципе, мозг очень хорошо развит. Ещё про музыку, как творческий человек, я могу сказать, что музыка – это математика, по сути. Если вы увидите ноты, это математика. То есть, даже в нотах. И сейчас те, кто занимаются записью музыки, они пишут в различных программах. Там тоже всё математика. Партии математики баса и так далее. Так что, я всецело за математику. Но, хотел сказать о чём, что все, сейчас же поступают по результатам ЕГЭ, математика – это обязательный предмет. То есть, кому надо технарям, они сдают профильную математику. Кто идёт на творческие специальности, они сдают базовую математику, которую сдаст… Ну, из нас бы, советских школьников, сдал бы любой восьмиклассник, наверное. Там уровень такой, несложный. Поэтому они в любом случае сдают математику, заканчивая школу. А имеется в виду отдельные, вступительные, как испытания в ВУЗе ещё математика? Да, да. Именно это, конечно. По ЕГЭ это понятно. Ну, я думаю, что всё-таки какой-то базовый уровень в математике проверить надо по-любому. Потому что по уровню математики можно вообще судить о человеке каких-то способностей. Хотя, по крайней мере, для музыкантов. Для художников, ну, может быть, не надо, я не знаю. Хотя там тоже архитекторы всякие. Как там без математики? Куча творческих специальностей, где математика очень важна. Нет, но тут два есть аспекта. С одной стороны, если ты хочешь, чтобы твой мир был полон чудес, то не учи физику и не учи математику. И тогда будет всё, кругом магия какая-то, непонятные всякие чудеса происходить. Но с другой стороны, у нас действительно есть выпускники, которые сдают профильный экзамен. Но все сдают, все уже показывают некий базовый уровень обычной математики, о чём вы и говорили. Зачем же ещё раз проверять тем людям, которым математика нужна, не знаю, в основном, наверное, чтобы посчитать сдачу в магазине? Ну, тогда я думаю, я-то думал о чём-то другом речь. Если речь об отдельном экзамене в ВУЗе, тогда такой экзамен, наверное, возможно, и не нужен. Хватит базовой математики на ЕГЭ вполне. Я вспоминаю свою молодость, мы старше перед эфиром. Я учился в гуманитарном ВУЗе, у нас была логика, у нас была математика, у нас была экономика. Это совершенно никакого отношения не имело к моей специальности и тем более к нынешней профессии. Хотя, конечно, это помогает. Например, потому что иногда мне приходится вести программы на экономические темы. И в общем и целом что-то оттуда я помню. Мы там дискутировали по поводу кризиса, помню, нашего 98-го года. Опять же, на журналистике тоже учили логики формальные, но у нас, по крайней мере. Математики у нас не было, но была история науки. И математику как таковую, скажем так, нам факультативно рассказывали вообще о том, как это, что это. Там я, кстати говоря, узнал намного больше, чем в школе. И понял какую-то такую красоту, которая в этом есть, стройность, логичность. Это действительно было. Но речь идёт о преподавании. Это было лишнее или нет? Нет, это были любые знания, не лишние. Не бывает лишних знаний, на мой взгляд. Ну, понятно. Давайте посмотрим, что наши слушатели проголосовали. Спасибо вам большое. У нас был учитель информатики и работотехники. Московские школы номер 2045. Основатель и лидер группы Куба Дмитрий Ноздрин, Фидель. А что касается голосования в нашем мобильном приложении, которое я успел запустить всё-таки. Итак, надо ли в гуманитарных вузах сдавать математику? Спросил я у наших слушателей. 65% считают, что да, сдавать математику в гуманитарных вузах надо. Возможно, у нас просто слушает много технологий. А как же вот бывает, да, люди говорят о гуманитарном складу МАИ математического. И именно поэтому люди, которые имеют гуманитарный склад УМАИ, идут не на математику, потому что им трудно даётся. И это тоже нормально, потому что человек не может даваться всё одновременно. У нас разные склонности. А на гуманитарные предметы тоже странно нагружать его ещё и каким-то дополнительным вступительным экзаменом, если уже есть итоги ЕГЭ. То есть уже у него есть базовые знания. Мы уже знаем, что он понимает, сколько будет 2 плюс 2. Ну, надеемся на это, по крайней мере. Так что дополнительные такие испытания, это же ляжет временем достаточно большим на наших абитуриентов, на наших детей. Ну что ж, спасибо вам большое. Кстати говоря, вот сказали, что это цитата Ломоносова. Юрий, большое спасибо. Помню, что была цитата. Даже помню, как она выглядела у нас. Плакат такой висел в кабинете математики. А вот чья забыл. Я имею в виду, что математику уже затем любить надо, что она ум в порядок приводит. Спасибо. По другой теме переходим. Что-то непонятное творится с бешенством в российских регионах. Уже 27 областей, представляете, 27 ввели карантин по этому заболеванию. Да, бешенство время от времени у нас возникает и всегда возникало. Но это больше, чем в прошлом году. Намного больше. Только в январе зафиксировано более 80 случаев заражения. Челябинск, Пенза, Рязань, Ярославль, Калмыкия, другие субъекты. Причем болеют и домашние животные. Они заражаются, понятно, на диких. Кусают, да и всё. Да, да, да. В общем, что происходит, в чём дело, давайте мы попробуем разобраться. У нас на прямой связи директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. Денис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, в чём причина? В этом году что-то особенное происходит с бешенством? Ну, я не думаю, что ситуация в этом году кардинально отличается от прошлогодней. Всё-таки те цифры, которые вы назвали, ну, многократным ростом. Вы недавно математику обсуждали. Я думаю, что признать это прям каким-то геометрическим уменьшением количества случаев. Вот то, что мы не сдавали её в школе, в университете всё-таки даёт о себе знать. Но всё равно больше же бешенства, чем в прошлом году получается? Ну, я думаю, что тут на таком краткосрочном периоде сложно анализировать и делать какие-то выводы, что действительно ситуация ухудшается. Зачастую ведь количество выявленных случаев зависит от количества обращений, от количества исследований. И мы вот с коллегами вашими уже накануне обсуждали. Формально законодательство таким образом устроено, что даже единичный случай заболевания требует введения ограничительных мер, то есть карантина. Поэтому не стоит это рассматривать как именно заболевание большого количества животных. Просто, соответственно, ну совпало вот так по времени проведены исследования и было выявлено, соответственно, вот определённое количество случаев. А откуда вообще это заболевание берётся? Ну, источником вируса являются дикие животные. Естественно, в дикой природе это заболевание крайне сложно профилактировать. Но, как вы сами уже говорили, всё-таки основное связующее звено между человеком и дикими животными зачастую это домашние животные. Их-то, конечно, доступно защитить, проводя своевременную вакцинацию. Надо отметить, что как раз в отношении вируса бешенства есть отечественные вакцины, при этом есть государственная программа вакцинации, то есть для собственников, в том числе собак и кошек, это фактически не несёт никаких затрат, кроме времени. То есть ветеринарные службы регионов, они компанию по вакцинации бешенства проводят, государство вакцину поставляет, надо своевременно обращаться. И я думаю, что проблем не будет, и в первую очередь надо задуматься тем, кто, допустим, в летний период планирует выезжать на дачу, брать с собой своих домашних животных, которые у него в квартире-то находятся как бы контролируемо, ну а в деревне это сделать намного сложнее. Но ещё раз, заболевание профилактируется, надо просто своевременно проводить вакцинацию. Да, Денис Владимирович, я хотел бы особо подчеркнуть, что оно профилактируется, но оно не лечится. То есть до сих пор мы в 21 веке не имеем лекарства от вируса бешенства. Вообще, почему так происходит, ведутся ли какие-то исследования в этом направлении? Ну, во-первых, конечно, наш институт специализируется на болезнях животных, поэтому я тут за всю медицину не готов давать какие-то уж совсем исчерпящие ответы, но я могу предположить следующее. Если всё-таки посмотреть количество летальных случаев у человека в России, ну это единичные случаи. Для людей также разработана эффективная вакцина, и если своевременно обратиться, ну незамедлительно после укуса животными, то профилактика, она фактически даёт стопроцентную гарантию, то что даже и заболевание, ну в смысле человек даже себя плохо не почувствует. И при таком минимальном количестве случаев и сложности создания лекарства, я думаю, что тут просто возможно, ну если так смотреть на вещи как бы цинично, то и рынка-то для таких лекарств как таковых нет. Но они, потратив много денег на их разработку, фактически востребованы, они не будут, потому что есть другие инструменты, которые эффективно справляются с этой проблемой. То есть мы, по сути, говорим о том, что нужно как только есть хоть какое-то подозрение, что просто укусила какая-нибудь незнакомая кошка. Ну в деревне этих кошек бегает огромное количество, да, она может быть вполне домашней, но незнакомой. Если там, может быть, там ёжик какой-нибудь или ещё что-то такое произошло, то просто нужно сразу же ехать в больницу, и там совершенно бесплатно сделают укол от бешенства, или там, по-моему, даже есть какие-то комплексные истории ещё от столбняка плюс ко всему, и, в общем-то, ничего и не будет дальше. Да, я бы тут не вот конкретизировал им по видам животных. В любом случае, если вас покусали или поцарапали, кто бы это ни был, ну давайте как бы человека, наверное, из этой схемы исключим, то, соответственно, конечно, надо обратиться в медицинское учреждение, но ещё всё-таки, если мы посмотрим рекомендации, которые публично доступны, конечно, желательно изолировать это животное, ну, в том смысле, что если мы, условно говоря, знаем владельца этого животного, ну, предположим, такое же бывает, чтобы ветеринары могли провести исследование этого животного, и, может быть, выяснится, ну, не все животные болеют бешенством. В этом плане параллельно очень полезно, конечно, происследовать то животное, которое покусало. Ну, зачастую это возможно. Правда ли, что есть вот 10-дневный период, в течение которого животного нужно наблюдать, если оно в порядке и не умерло, то, значит, оно не больно бешенством? Ну, я думаю, тут речь идёт о чём? Что, действительно, после инфицирования проходит определённый период времени, когда начинают проявляться клинические признаки. Но мы всё-таки в части бешенства в первую очередь полагаемся на лабораторную диагностику, и здесь, я думаю, что вот, ну, в первую очередь надо руководствоваться результатами исследования проб, которые от этого животного отобраны. Тогда и в этом карантине такой необходимости-то, ну, не будет. А я вот помню... То есть важно, чтобы ветеринарную службу пригласили, она отобрала пробу, провела исследование и сообщила, ну, может быть, животное уже было вакцинировано против убежиства, ведь у большинства домашних животных паспорта вакцинации есть. Ну, в любом случае надо обращаться в ветеринарную службу в отношении статуса животных, а в медицинское учреждение, соответственно, при подозрении на заражение. То есть в любом случае, даже если животное выглядело здоровым, но, тем не менее, там поцарапало или покусало. В том, любое животное, там вот белки, например, в том числе... Два вопроса, да, первое. Вот у домашних животных эта вакцина сколько действует? То есть если, допустим, в прошлом году или в позапрошлом году вакцинировали там собаку, кошку, неважно, сколько есть иммунитет вот этот вот? Ну, вот опять, с формальной точки зрения продолжительность иммунитета определяет производитель. Вот он, когда разрабатывает эту вакцину, он проводит испытания и определяет, сколько времени продолжительность иммунитета составляет. Ну, в среднем это 12 месяцев. То есть вакцинация ежегодная. Но, тем не менее, когда вы животное отвозите на вакцинацию, вы всегда можете попросить ознакомить вас с инструкцией по применению вакцины, и там будет отдельным пунктом прописано, с какой периодичностью необходимо, значит, ревакцинировать, то есть вакцинировать повторно животное. И уже по поводу человека, да. Я вот помню, в детстве раннем меня, значит, какая-то кошка дворовая покусала, и после этого, значит, меня поехали колоть от этого бешенства, ну, теоретически, которое возможно было, хотя, слава богу, там кошка еще много лет жила, и все с ней было хорошо. И там было то ли 10, то ли 30 уколов в живот. Это было раньше, да. Сейчас по-другому. Вот сейчас, ну, вот буквально мне сделали не так давно против столбняка и против тоже бешенства, и там было 3 укола, по-моему, с промежутком там в час или там в 40 минут. Вот современные вот эти вот вакцины, они, когда дойдут до того, что, не знаю, может быть, одну таблетку достаточно будет принять, или, может быть, одного укола будет достаточно? Развивается вообще каким-то образом? Хочу все-таки вас акцентировать на какой-то экономической стороне дела. Ну, вот есть доступные средства профилактики. Ну, в принципе, они эффективные, они очень недорогостоящие. И при том количестве проблем, которые в целом есть в медицине, в том, что связаны с инфекционными заболеваниями, я думаю, сейчас кто-то значительные средства в разработку каких-то альтернативных средств профилактики просто не вкладывает по причине того, что, наверное, не видят перспективы окупаемости таких средств. Там наверняка есть какие-то технические ограничения для их разработки. Поэтому я думаю, что, ну, все-таки, как таковой проблем профилактики ее нет. Проблем бешенства есть. Ведь в многих странах, ну, просто пошли другим путем, полностью избавились от бешенства на своей территории. И опыт таких стран показывает, что это точно возможно. Но это нужна системная работа. И, соответственно, ну, наверное, с нашей территорией пока это сложно достижимо. Но еще раз, вкладываться в разработку каких-то новых средств при таких дешевых, доступных нынешних, ну, я не думаю, что кто-то сейчас этим будет заниматься. Спасибо большое директору Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. Нет, нет никаких сейчас 40 уколов в живот. Вот это я тоже тебе говорю, как человек, вынужденный столкнуться несколько лет назад. Да-да, вот здесь откол работа прям. Вот. Нет, там, во-первых, не в живот, делают в руку. По одному уколу с промежутком уже сейчас не помню. Там один укол, значит, сегодня, второй через три дня, третий еще там через неделю. В общем, через какие-то промежутки. Это все время растягивается, не помню тоже на сколько, ну, наверное, месяца на два. Особо это не приносит никакого дискомфорта. Единственное, что надо ездить, значит, делать эти уколы. Ну, вот так. Ну, вот. Да, спасибо большое. Мы сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, а потом поговорим о других темах. Лейтмотив. События недели в подробностях. Россиянам понравилось быть на удаленке. Пишут, что из опрошенных сервисом видеосвязи «Контур Толк» 52% согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки. Не просто так. Причем, если треть из них готова пожертвовать 5%, ну, это, в общем, не очень большая сумма, прямо скажем, да, так, если смотреть, то 8% уже до 10% дохода готова пожертвовать, а 6% пятой частью. Ну, с одной стороны, понятно, что если сервис видеосвязи опрашивал, то это люди, которые, во-первых, умеют им пользоваться, то есть, видимо, работали, знают, что это и как. Я думаю, может быть, устроить опрос среди наших слушателей. Хотите ли вы работать удаленно, спрашиваю я. У вас в нашем мобильном приложении вы уже голосуете? Спасибо вам большое. Ну, и ждем, конечно же, от вас сообщений. Но давайте дочитаем все-таки эту новость до конца. Отмечается, что каждый третий участник опроса хотел бы получить больше 200 тысяч рублей в месяц. И как это интерпретировать? То есть, люди, значит, готовы пожертвовать частью своей нынешней зарплаты, чтобы она снизилась до 200 тысяч. То есть, они сейчас получают еще больше 200 тысяч. Нет, может быть, наоборот, человек получает 100 тысяч, а хочет получать 200, работать на удаленке и получать, соответственно, 100. Но вопрос-то был. Готовы ли вы пожертвовать частью своей зарплаты? То есть, частью из этих 100 тысяч. Я просто вспоминаю нашу предыдущую тему про уроки логики в университете, пытаюсь найти здесь логичность. То есть, если человек получает 100 тысяч рублей, ему говорит, ты готов пожертвовать частью своей зарплаты, то есть, 100 тысяч рублей, 5%, чтобы работать с внутренней? Говорит, да, готов, но при этом я хочу получать 200. Ну, ладно. Давайте посоединим к нашему разговору эксперты. К нам присоединяется доктор экономических наук, проректор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас по видеосвязи, это прекрасно. Скажите, пожалуйста, у нас удаленка была очень популярна во время коронавируса, и говорили, что мир уже никогда не будет прежним. Вот что сейчас произошло? Люди вернулись на рабочие места, или все-таки нет, тенденция сохранилась, и многие остались на удаленке? Нет, ну, произошло то, что и должно было произойти. Дело в том, что пандемия – это вынужденное, ну, или как бы там непределительное обстоятельство, которое вынудило работодателей, опять же, не по их инициативе, естественно, да, по инициативе государства, перейти на новый формат взаимодействия с работниками. Причем понятно, что это не коснулось всех людей, это не коснулось рабочих профессий, это не коснулось значительного числа работников сферы обслуживания населения, ну, как-то, например, так сказать, здравоохранения, да, жилищно-коммунальных услуг и так далее. То есть то, что обеспечивается нашу с вами постоянную жизнь, в том числе бытовую жизнь. Но это коснулось, в первую очередь, работников, которые работают, условно говоря, в офисе, чей рабочий стол можно перенести, понятно, с определенными ограничениями из офиса на дом. Но вот потом произошло то, что и должно было произойти, а именно, да, работодатели посчитали, что они утрачивают контроль над работниками, ну, не готовы были перестраивать свою систему управления под новый формат удаленной занятости, и в конечном итоге большинство людей все-таки вернулось в офис. Ну, так просто руководителям легче контролировать присутствие работников на рабочем месте. Ну, и очень часто под контролем присутствия на рабочем месте управленцами понимается контроль эффективности работы. Поэтому можно сказать, что вот 2022-2023 год, это были годы возврата, ну, к привычному формату. Конечно, не всех вернули из удаленной занятости в офисы. Сказала здесь все-таки экономика, да, потому что количество там рабочих мест, за которые нужно платить там арендную плату, конечно, сократилось, и это выгодно оказалось. В некоторых сферах деятельности, ну, у нас развиваются настолько быстро информационные технологии, ну, возьмите ту же самую бухгалтерию, да, что, опять же, присутствие бухгалтера для проведения даже постоянных проводок в течение суток, ну, нет необходимости, чтобы оно присутствовало на каком-то рабочем месте. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, что вот тенденции возврата людей в офис, они охватили не только нашу страну, но, в принципе, это характерная тенденция для всего мира. Ник Р. слушатель пишет, хотел бы работать на удаленке, но, к сожалению, работа не такая. Что же хорошего в удаленке, хочется вас успросить. Ну, сидишь дома, никуда не выходишь, в постоянном заперти, никаких у тебя развлечений. Работа – это же все-таки общество, это же все-таки социум. А здесь сколько семей распалось, помните, во время коронавируса? Не знаю, не знаю, сочувствовать вам или все-таки, наоборот, завидовать, что вы работаете не на удаленке. Скажите, пожалуйста, Александр Львович, а вот то, что россияне готовы потерять даже в доходе ради удаленной работы, вообще о чем это сверистывает? И действительно ли на удаленке получают меньше, чем на, как сказать, на очной работе? Или такой статистикой? Ну, с точки зрения законодательства, это вообще недопустимо, то есть нет разницы, и не должно быть разницы в заработной плате, работает человек непосредственно в офисе либо удаленно. Но, безусловно, работодатели могут пытаться таким образом сэкономить на фонде оплаты труда, ну, что вообще им присуще, экономить по любому поводу, да, и в первую очередь не на себе, а на работниках. Но причина готовности работников идти на вот такое сокращение заработной платы, ну, она относительно небольшая, да, и она полностью компенсирует, например, расходы на транспорт. Раз. Во-вторых, все-таки пребывание в офисе, это история недешевая, потому что нужно сходить, например, пообедать. Некоторые ухитряются несколько раз это делать за время работы. Если работа тяжелая, чем тяжелее работать, тем люди чаще ходят обедать. Это правда. Да, 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 да. Вот, поговорить, покурить, там разные обстоятельства. Ну, подкрепиться, да. Ну, хорошо, а если с другой стороны посмотреть на всю эту историю, вот очень много было разговоров по поводу того, что действительно страдает очень сильная эффективность. И я вот увидел новость на этой, по-моему, даже неделе, что огромное количество больших корпораций западных, в которых, естественно, вся эффективность постоянно считается, и программами, и не только. Они вот вернули людей с удаленки, и все сейчас ожидали, вот сейчас у нас как вырастет эффективность, мы денег больше заработаем. Люди вышли, а как-то денег больше не стало зарабатывать корпорация, а люди, скорее, наоборот, стали недовольны, и, может быть, даже и понизилась некая эффективность. Это так вообще? Есть какая-то корреляция? Ну, на самом деле, такой корреляции, к сожалению, скажу, к сожалению, не выявлено, потому что можно было бы тогда точку какую-то поставить, да, плохо или хорошо. Вот. Потому что разные исследования показывают разные результаты, но на самом деле мне больше понравилось исследование, которое делали недавно ученые на предмет опроса работодателей и работников. По какой причине те и другие там не очень жалуют, например, удаленку. Кстати, так сказать, есть определенная категория работников, которые предпочитают работать все-таки не дома, а в офисе. Так вот, интересные такие наблюдения. Работодатели оказались не готовы перестраивать свою систему управления. То есть они по-прежнему, вот о чем я говорил в самом начале, считают эффективного работника тот работник, который находится у них под наблюдением. Ну вот он сидит за компьютером, значит, он работает. Не факт, что он работает, но вот складывается такое впечатление и на душе спокойнее, да, вот как бы, так сказать, и сердце не бьется, не замирает. А когда он находится вне, там, вроде бы, так сказать, вот и нет его. А командовать чем? То есть вот как себя проявлять? Тут возникает вопрос, в том числе вот такой ментальный, да, в чем тогда руководство-то проявляется, да, то есть, вот. Поэтому, бессловно, такая проблема есть с точки зрения управления. То есть управленцы оказались не готовы к этой системе. Я напомню, кстати, что еще в 70-е годы, когда только появился персональный компьютер, в Америке было создано общество по развитию удаленной занятости, которое пропагандировал такой формат работы. Обещало, вот в буквальном смысле, там, через лет пять, через десять, что большая часть людей как раз будет сидеть дома в хороших условиях и будет, не будет необходимости ездить домой. Вот видите, как давно это было, да, но вопросы все те же самые обсуждаются. Что касается работников. Вот работники выражали свое беспокойство удаленным форматом занятости в том, что если они не находятся на глазах работодателей, то вот возникает вопрос, оставят ли их на работе, правильно ли оценят их эффективность, а как же будут смотреть на лояльность компания, да, то есть вот вроде бы когда-то в обществе, да, то есть в социуме, да, но вроде бы, так сказать, вот формальную лояльность проявил, отбил карточку в 9 часов утра, значит лоялен, да, там как бы, ушел попозже, значит, тоже проявил лояльность. Ну а как же пятилетка в 3 года, лучшее проявление вообще лояльности, хорошо работаешь, значит лоялен, молодец. Да, 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 но понятно, что вот такой подход, да, чисто формальный, он очень часто критикуется специалистами в области управления персоналом, потому что показывает, что за этим нет никакой эффективности, ведь не просто так в последнее время очень активно, как вы обратили внимание, обсуждается вопрос четырехдневной рабочей недели. И все, на перебой работодатели, которые готовы участвовать в этих проектах, экспериментах в Англии, Ирландии, в Ирландии, в Испании, они все время заявляют о том, что они считают, что вот концентрация человека на рабочих процессах в более короткий период времени даст им большую эффективность и, значит, соответственно, сохранить здоровье. И в том числе лояльность работников. И работники в том числе об этом говорят. Поэтому, вот возвращаясь к удаленной занятости, ну, вернемся вот к этому тезису. Это просто неготовность наша ментальная, понимание того, что одни должны просто улучшить свое качество управления, более четко давать задания, более четко понимать, по каким критериям они будут принимать вот эту работу. Вот. Не просто там процесс, а именно результат. А вторые, конечно, тоже будут более, скажем так, ответственно относиться к своему делу, выполнять строго дедлайны, которые там выставляются техническим заданием. То есть и та, и другая сторона, работники, работодатели должны просто научиться жить по-новому. Ну, вот время еще прошло немного, ну, наверное, в будущем мы увидим обратно постепенную тенденцию движения работников в дом, ну, опять же, в тех случаях, когда это возможно. Спасибо большое. Доктор экономических наук, проректор финансового университета при правительстве Александра Сафонов. Лейтмотив. События недели в подробностях.